В экономике Амурской области огромное место занимает сельское хозяйство. Поэтому сегодня в нашей программе мы расскажем, как превратить в деньги зерно, даже если вы его не выращиваете. Хорошее товарное зерно – чистое, просушенное, целое. Для того, чтобы обеспечить его качество, требуется специальное оборудование. Его производством и поставкой и занимается компания «Агрострой». Наша компания производит зерноочистительное оборудование порядка восьми наименований по зерноочистке, включающие в себя предварительную очистку, первичную, вторичную очистку. Зерносушильное оборудование, зерносушилки собственного производства, производительностью от 5 до 120 тонн в час. Также компания занимается производством транспортно-зернового оборудования. Это нори, транспортеры, конвейеры и самотечное оборудование для зерна. Завод по производству такой техники появился в Воронеже 18 лет назад и на сегодняшний день занимает одно из лидирующих мест в России в своей нише. Общая площадь предприятия занимает около 30 тысяч квадратных метров. Это большие производственные цеха, склады, собственный конструкторский отдел. Ежегодно завод выпускает более тысячи единиц техники, которую в сезон оперативно отправляют заказчику практически в любую точку России и стран ближнего зарубежья. Проектированием, производством, сборкой и реализацией продукции на заводе занимаются около 250 высококлассных специалистов. Они дают гарантию на технику и обеспечивают постгарантийное обслуживание. А началось все в 2000-е годы, когда сельское хозяйство в стране начало понемногу возрождаться. Приходилось менять старое оборудование, реконструировать зерновые дворы. Так что компания «Агрострой» быстро заняла свое место на агропромышленном рынке. Истоки компании уходят в 2000-е годы. Я занимался зерноочистительным, мукомольным оборудованием. И в стране очень была высокая потребность именно зерноочистительной техники. Парк техники был изношен на 80-90%. Это было просто необходимо. В Амурскую область она пришла всего два года назад. Оказалось, что здесь для компании есть большой потенциал. И было решено открыть филиал в нашем регионе. Местные аграрии предложения западного завода оценили. И началась работа. На данной строительной площадке проводим реконструкцию зерноочистительного комплекса. С производительностью с 20 тонн в час до 40. Мы демонтируем на данном этапе старое оборудование. Машины, нори. И будем устанавливать свое новое оборудование, которое сами же и производим. В колхозе «Мир» с оборудованием компании познакомились несколько лет назад. Ранее было установлено зерноочистительное оборудование на небольшом комплексе. Значит, производительностью 20 тонн в час. Зерно из завальной ямы. Вот за перегородкой находится завальная яма. Зерно поступает в загрузочную норию. После загрузочной нори зерно поступают в зерноочистительные машины. После очистки машины отделяют мусор, мертвые отходы, фуражное зерно. И чистое зерно поступает в нори и распределяется по бункерам. В зависимости от возможностей и пожеланий заказчика, компания может или реконструировать зерновой двор, или построить новый зерноочистительный и сушильный комплекс. С нуля, хоть в чистом поле. Сначала приезжает специалист, делает необходимые замеры и потом составляет коммерческое предложение. Один из главных плюсов компании – соотношение цена-качество. Зарабатывают тут не на продаже, а на производстве техники. Так что цена по сравнению со среднерыночной выходит ниже в среднем на 5-10%. На сегодняшний день мы являемся самодостаточной компанией по производству зерноочистительного, зерносушильного оборудования. Также по строительству и реконструкции зерноочистительных и сушильных комплексов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для Амурской области, как и для других регионов России, условия завода остаются неизменными. Все оборудование ставится на гарантию. И при необходимости к вам могут приехать бригады по монтажу и ремонту оборудования, а также сервисному обслуживанию. Чтобы успевать за развитием сельского хозяйства, заводу приходится постоянно совершенствоваться. На основном заводе у нас существует свой конструкторский отдел, который вносит инновации в оборудование. Каждый год вносится что-то новое, разрабатывается и внедряется на рынок АПК. Кроме того, группа компаний «Агрострой» занимается строительством мощных элеваторов. Сейчас ведутся переговоры по строительству на Дальнем Востоке двух элеваторов вместимостью зерна до 100 тысяч тонн. Итак, по уже сложившейся традиции, всем участникам нашей программы мы дарим вот такие дипломы и наклейки. Это такой своеобразный знак отличия от Амурского областного телевидения. Поэтому хотим вам вручить с пожеланием удачи и просветания вашей компании. Спасибо большое. Ну а на этом у нас все. Смотрите программу «Своя компания» и узнавайте, как устроен амурский бизнес изнутри. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин